Всем осенний привет! В эфире дневники Медиа Центра Музон. Чем удивила главная телешкола страны на этот раз, ты узнаешь прямо сейчас. Фэшн, тотем, аксессуары и многое другое обсуждалось на уроке стилистики. Медиа Центр Музон развивает по всем направлениям, поэтому если увидишь модных телеведущих, знай, они наверняка вылетели из нашего гнезда. А вот почему всех учеников попросили прийти в классических нарядах, гадать не придется. Им предстояло стать дикторами новостей. Была ли выполнена задача, мы не будем рассказывать. Мы будем показывать. Аким Шимкенте пообещал сделать жителей города богаче. Сегодня он принял участие в заседании правительства, где глава Кабмина поздравил его и Акима Туркестанской области с назначением. Удивительную архитектуру Астаны показали в Астраханском музее. Все представленные творения зодчих восхитили посетителей фотовыставки «Астана. Жемчужина великой степи». Сезон продаж. Цены на машины в Казахстане выросли. Казахстанцы стали активнее скупать новые машины бизнес-класса. В этом году, по сравнению с прошлым, число любителей роскоши удвоилось. Не останавливают граждан даже цены, которые за несколько месяцев значительно возросли. Нурсултан Азарбаев поздравил Реджепа Эрдогана с очередной победой на выборах в Турции. Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично направил турецкому лидеру телеграмму. Земля в Туркестане уже подорожала. Новый статус Туркестана спровоцировал взлет цен на землю. Жить на въезде в новый областной центр теперь не просто престижно, но и очень дорого. В Петропавловске связисты испортили новый дом. Продырявили крышу. По крайней мере, так утверждают сами жильцы. Теперь в квартирах идут дожди и растут грибы. Но владельцы сотовой компании своей вины не признают. И ремонтировать крышу, не говоря уже о квартирах, даже не собираются. Надеемся, вы не подумали, что ребят бросили в омут с головой. Правильное интонирование, подготовка текста к зачитке, опора. И вот диктор новостей готов. Сегодня на теории мы проходили, какие акценты нужно ставить, где нужно их расставлять, как их нужно расставлять, где нужно делать интонацию наверх, где нужно опускать, как выдерживать эти паузы, как выделять основные слова, как второстепенные. На телемастерстве, уже на практике мы попробовали себя в роли дикторов. И я считаю, что мне гораздо ближе дикторство, чем развлекательное. Потому что это всегда была моя мечта, работать на КТК или где-нибудь еще именно с такими новостями. Я считаю, что я совсем справилась. А вам ближе все-таки развлекательный формат или дикторство ближе? Мне, наверное, ближе развлекательное. А как можно было не справиться с заданием, когда вот уже полтора месяца вам приходится серьезно работать над собой? Многие, кстати, говорят, что такой урок им по душе. Тогда давайте заглянем в двенадцатую группу и посмотрим, как справились наши дамы и один очаровательный студент. Как и положено, перед практическим уроком ребятам рассказали основы построения телевизионного сюжета. Как правильно читать скороговорки и работать с диафрагмой. После такого объема знаний можно смело идти в студию к суфлеру поближе. Здравствуйте, с новостями Эльмира Елубаева. Крупный пожар уничтожил кафе в центре Алматы. Одноэтажное здание вспыхнуло рано утром. Пламя молниеносно перекинулось на три припаркованных авто. Еще четыре машины повреждены частично. Большая удача, что рядом не было людей. Обошлось без пострадавших. В эфире новости, с вами Алекс Муфлех. В Алматинской области 12 человек обратились в больницу после перекуса донорами. Всего 10 человек, среди них 9-летний ребенок и бременная женщина. Всех беспокоили боли в животе, гвота, диарея. По словам пациентов, доноры они покупали в маленькой палатке в центре города Абая. И не в первый раз еду там готовят уже несколько лет, и она показалась спросом. Правда, на время расследования дорог пришлось закрыть. Здравствуйте, с вами Анжела Габасова. Октюбинские перевозчики шокировали горожан. С завтрашнего дня повышается тариф на проезд. Поднять цены грозили еще с начала октября, но потом повышение почему-то отложили. И вот сегодня октябинцам преподнесли неожиданный и довольно неприятный сюрприз. Теперь вместо 55 тенге проезд в общественном транспорте будет стоить 80. Здравствуйте, в эфире новости. Американские политики массово получают посылки с бомбами. Неизвестные прислали самодельные взрывные устройства Барака Обами, Хиллари Клинтон и Джорджу Соросу. Еще одну опасную бандероль принесли в редакцию телеканала CNN в Нью-Йорке. Все пакеты перехватили спецслужбы, и до адресатов они не дошли. Постарались, мы оценили. Видимо, телеканалу Музон нужно срочно открывать новую программу. Несерьезные новости с серьезными ведущими. Как вам такое название? И пока вы думаете над ответом, мы спросили у Анжелы Габасовой. Как ей сегодняшний урок в главной телешколе страны? На практике мы проходили как вести новости. Мне это очень сильно понравилось. Хотелось бы вести новости, потому что на прошлом уроке мы проводили прямой эфир, он был очень тяжелый. А здесь вместе с суфлером намного легче. Конечно, надо еще над этим работать, особенно подставкой голоса. Торжественно обещайте работать над голосом, не покладая рук. Ну, точнее, блокнота. На этом у нас все. До встречи в эфире. До встречи в эфире.